Слава Богу, мы уже в Некраснике. Идём на выход. Ой, давай маски. Устали. Устали. Мы обедаем. У нас были пельмени, огурцы, помидоры. Таких пирожных каких-то взяли, песочных, с клубникой. Вкусно. Это нервность к клубникам. Да, давай, бери, бери, кушай. Это как кекс, да, бери. Чай, кофе уже пьём. Ой, закупились. В магазине. Чё ты там ешь? Ешь. Ой, мы на месте. Как хорошо. Озеро, озеро, озеро. Хочу показать озеро. Тут нам Елена всё настирала. А мы попали под дождь. И теперь сушимся. Ливень был. Ой, ну привет, наше озеро. Ой, какое оно зелёное стало. Вот здесь прям. Ну да. А у нас Волга скоро такая будет. Ну, кстати, запаха никакого нет. Совершенно. Такая свежесть. Прям хорошо пахнет. Какая-то дымка стоит небольшая. Время 5 часов вечера. Ой, у меня в ухе ещё что-то квакает. Ну, чё тут 60-й дом-то строится? Строится. В общем, вот так вот добрались мы хорошо. Не считая того, что мы на МКАДе стояли. Минут 40, наверное, двигались там. А так нормально всё. Ну, устали. Устали. Сейчас поедим, будем отдыхать. Андрей пойдёт на соревнования. Алёнка попала под дождь в босоножках. В общем, Андрей сушит свою футболку. Как он сейчас феном надо сушить? Алён. Пока я пошла вниз, хочу спросить... Спросить у консьержки. Она тоже принималась в клинике Эпина. Сейчас я её показывать не буду. Разговор я вам запишу. Блин, после дождя мы вообще как эти... Мы же под дождь попали. В общем, еду на первый этаж. Сейчас всё спросим. Скажите, ездили? Я ездила. Так. Ездила, значит... Именно Крепину прям? Нет. Нет? А к нему и не попадёшь особо-то? Особо-то и не попадёшь. Во-первых, значит, она мне сказала, что по звонку ему никак нельзя. Да. У меня, значит, я пошла к какому-то молодому. Четыре тысячи взяли. А мне пять. Четыре тысячи. Так, ну и чё молодой-то он может быть то, что они ученики, они все хорошие? Ну, факт то, что первые вот до вечера, до вечера, до вечера, до вечера, когда я пришла, я готова была лететь. Но мы нас передали в другой компании. У нас и этот... Вы принялись и прям готовы были лететь? Бежать без палки? Да. Вот так. Мне так хорошо было. Вот так. Я как утром встала, на полу спала. Здесь у нас кресло-кровати были. Ага. И та организация всё забрала. Ага. И вот я на полу валяюсь. Ничего себе. А у вас же диванчик был здесь? Опять, точно так. Нельзя холод. Холод нельзя. Вот сквозняки по полу нельзя. Так. Ну, во-первых, может быть ухудшение. Я вот первый раз принялась, тоже мне было хорошо. А второй раз принялась, мне хуже. Но у меня спина как бы получше. Сейчас вот спина сама. А тазобедренные вот здесь и поясницы. Вот завтра иду. Ну, я иду на Серебряную. Вы где были? Вы были на Маринском? Я была в Люблину. А, в Люблину. В Люблину была. Они на Арбате и в Люблину. Вот на Арбате я была. На Серебряной переводке. Мне пятого. Так. А мне завтра. А мне завтра. Короче, как? Здесь получается, если кому-то три раза. Вот я. Кому-то пять. Кому-то семь. Вот у кого, если уже начался коксоартроз, это надо все разбивать. Это надо, чтобы все там... Я вам одно скажу. Вообще, вот эта Камила, консержка. Сейчас я вот немного разговора передала вам, да. Она очень довольна. У нее коксоартроз, тазобедренные суставы четвертой степени. Она говорит, боже мой, какая я вышла прямая оттуда. Но ей еще надо. Конечно же, один раз принялась. Я говорю, я уже третий раз иду. Но она была влюблена. Но я на Арбате, а она влюблена. В общем, еще одному человеку доброе дело сделала. Мне прям так, я рада. Бабушку жалко. Так она с крюшечкой уже намного ей лучше. Дай бог, чтобы совсем мы все излечились. Аленка прибежала. Андрея. Андрея провалила. Сейчас будем мыть полы. Мыться. Скрываюсь. Алены пришли на озеро. И здесь мама уточка. И два утенка плавают. Вон утятки маленькие. Вот так вот позеленело озеро. Но не пахнет. Ничем не пахнет. Ой, какие хорошенькие малышки. Два только. Плавают к маме и назад. К маме и к берегу. Вон они, вон они. Интересные какие, да, Лен? Эх, нет у нас хлебушка. Знали бы. Хлебушка покидали бы им. Людей стало больше. В прошлый раз приезжали. Между домами меньше было людей. В магазинах. Магазины очень дорогие. Цены здесь. Вот эти мини-маркеты на первом этаже. И дома сдаются. Люди приезжают, приезжают. И прям, как одна мне говорит, да что ты жалеешь? Что-то жить в этом человечнике. Ну и да. Что-то я уже в этот раз постыла. Не хочу я здесь жить. Очень много разных. Много тут национальностей. Очень. Вот я смотрю в инстаграме. Некрасов-Канью. И там новости, значит, да. Много всяких инцидентов. И драк. И даже с оружием. Очень много, много, много чего происходит здесь. И что-то я прям остыла. Остыла я. Нет. Однозначно нет. Сюда я переезжать не хочу. Мы уж там у себя в Тольятти. И, кстати, ребята, еще большой-большой минус. Вот со стороны озера, там, где оно начинается, есть перерабатывающий, так, типа мини-завод, что ли, как бы, металл переливают из железа, из всего там, ну, как это называется, в торчер, нет. И гарь оттуда частенько. И канализация. Запах канализации. Я разочаровалась с Некрасовкой. Вот сейчас с Аленкой гуляли. Запах канализации. И прошлый раз был. Я думала, может быть, что-то это так. Все-таки стойкий запах есть. Очистных где-то есть очистные. Причем Максим говорил, что где-то есть, но я не обратила внимания. А теперь явно, что какие-то проблемы с очистными, и когда они там у них решатся, народ прибавляется, а значит, нечистот прибавляется. Нет, уж не хочу я здесь жить. Не надо. Дачку купим у себя, там будем загорать. Мать и мачеха вон растет. Маме и мать и мать и мачеха вон растет. Продолжение следует...